Всем привет! Недавно Черри исполнился целых 5 лет. За это время команда сделала много охрененных работ, успела рипнуться и полностью поменялись участники команды. Ну а я хочу рассказать о уровнях, истории и так далее. Что ж, Черри родилась 18 ноября 2018 года и тут же начала соревноваться с другими кланами. Так и появляется Dash and Exploders. Уровень получился говном, но из этого дерьма есть один парт, который не зашёл, а именно первый парт Конси. Это вам ничего не напоминает? Кстати, строителями этого уровня были на те времена довольно хорошие креаторы, а не Конси и Грейрейн. Причём Конси построил аж 2 парта в разных нафиг стилях. Но уровень неплохой для начала, учитывая то, что Вернам вообще не знал как хостить коллабы. Он был чуть ли не первопроходцем. Что ж, потом он захостил ещё несколько говноколабов и после этого выходит в Войдвейв. Это был лучший уровень 21 года. Но так как был слишком расцвлябистый элемент состав, да и весь Вернам был чуть-чуть агрессивным, то команда распалась. Но спустя примерно полгода команда снова появляется и следующим проектом стал Firework. По словам Вернама, его создавали для пиара, а не для поднятия скилла в команде. Этот уровень легендарный, ведь никто не смог поставить даже 35%, кроме Трик, который в будущем прошёл уровень. Правда, с нерфами из-за космоса в Великобритании. Это очень фановый и запоминающийся уровень, ведь Викторов на нём уже целых 4 миллиона. После этого они решили делать Эпик за один день, а именно Черри Блоссом. Правда, Эпик он не получил, но зато здесь скрестили Модру и Арт. Получилось неплохо, ведь мало кто делал коллабы за такое малое время, за целый один день. Ну и после коллаб, который послал Вернам из платирунка, его ждали все. Один парт заменяли два раза. Один парт имел больше объектов, чем Соли Кибли. Этот уровень проверили за неделю, а после за 2-3 дня. Да, это космос. Космос это легендарнейший уровень. Представьте, если бы Лайот ТСПК не стрельнул, мы бы сейчас вообще не знали про этот уровень абсолютно ничего. Это очень красивый уровень. Из него сделали даже мем на старом при старом парте ДМСД, где была растянутая надпись «Рассвет». После этого выходят всеми нами ревиматься Кинезис. Честно, я о нем узнал только тогда, когда его верифнули. И очень пожалел, ведь по мнению всей команды, черри это лучший уровень. Так реализовать тематику еще никто не смог. Ушечка 10 из 10. Ну и уровень, который строили 4 года, который перетерпел перестройки полностью. Уровень, в котором была меньшанина с группами. Да, это Шенигами. Честно, уровень получился не таким, каким я хотел, но он все еще охеренный. Шенигами имеет целых 18 партов. Это офигеть как много, но мне не нравится, что это даже не Лист Демон. Я хотел бы его увидеть хотя бы в топ-50, но никак не Легаси. Возможно, это сделано потому, что они хотели, чтобы он вышел как можно скорее. Что хочу сказать. Несмотря на нулевой опыт холло-хостинга, Вернам этого не испугался. И начал делать все более и более хорошие коллабы. Как я и говорил про космос, уровни черри реально сплачивали РК. Мы всегда отвечали в комментариях какого-нибудь чела, который подумал, что Диашторм лучше Черри. Вернам научил все РК коллаб-хостингу. Вспомните те же красно-зеленые палочки для партов. Команда дала Вернаму известность, которой он очень хорошо воспользовался. И теперь он как вип-принтер нас. Он сделал дискорд сервер, на котором в разы больше онлайна, чем на сервере своего разработчика игры. Только вдумайтесь. Что ж, поздравляю Черри с первым юбилеем. Желаю больше и больше благоражающих мозг проектов. На этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. АВИО.